В Большом зале районного дома культуры участники театральной студии «Образ» показали для зрителей театрализованное представление «Золушка». Малютки, не смейтесь, ведь ваша сестра вам платье пошила, блага вам добра. Золушка, крошка, потрудись еще немножко, перемой по всю посуду и на три полы повсюду. Дров на месяц накалит, но под кофе наменит. Если будешь ты стараться, все исполнить до конца, тот попал полюбоваться сможешь ты в окнах дворца. Ну а нам давно пора. Вы готовы, мои крошки? У всех на платьях дорогие брошки. Накрасили свои реснички? Да, маменька. А ты поторопись, поторопись, Золушка. Поторопись, поторопись, поторопись. Сейчас, сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Я превращу вот эту тыкву в прелестную карету, а крысу, крысу в кучера. Ах, карета просто дива, так богатая и красивая. Спасибо, дятушка-фея. Подожди, глупенька. Как можно ехать на бал в таком крестьянском платье? Вот, вот ты такая, знать, В шелке надо танцевать. Я превращу твоей лохмотья В роскошное пайное платье. Спасибо, дятушка-фея. Подожди, глупенька. Ну что за чудные башмаки? Тебе на балу помешают они. Может быть, это я? Да, это ты. Уж мне-то ты можешь поверить. Ах, не верится мне фея. Я хочу на паскаре. Но только веселиться до утра тебе никак нельзя. Как только часы на балу пробьют двенадцать, Прекрасный твой наряд исчезнет навсегда. И снова будет на тебе простое крестьянское платье. Карета превратится в тыкву, а куча в крысу. Пожалуйста, помни об этом. Хорошо, я творожно запомнила об этом. Обещаю вернуться домой и позже двенадцать часов. Добрый путь. И про честный ты не забудь. Добрый путь. И про честный ты не забудь. Простите, позвольте узнать ваше имя. Да, принц, меня зовут. Принц, прощайся. Ах, ужасно. Торопиться мне пора. Вы спой здесь ненадолго. Нет, простите, мне нельзя. Что случилось? Куда же это незнакомка убежала? Убежала, как забыть, нигде не могу ее найти. Убежала. Какая же досада? Не выезжала ли из нашего королевства девушка в одной туфельке? Сколько туфель на ней было? Одна. Хорошенькая? Очень. Блондинка? Блондинка-блондинка. Ага, понимаем. Не, не выезжала. Не выезжала. Так зачем же тогда вы так подробно расспрашивали, балбана? Из-за интереса, ваше приличество. Из-за интереса. Так, никого не выпускать, поняли? Запереть ворота, поняли? Из-за интереса. Помогу, сынок, тебе. Кому будет по ноге туфелька хрустальная, то и девушке ты и дари, колечко обручай. Подожди, еще объявится, девица-красавица. С самых первых сцен Золушка завоевала сердца юных зрителей своей добротой. Ведь когда в твоем сердце живет добро и любовь, то отступают все преграды. А когда ты веришь в чудеса, они непременно случаются. И, конечно, несмотря на то, что сюжет сказки всем прекрасно известен, переживали за судьбу Золушки и желали ей счастья. Это было очень заметно по взволнованным лицам и маленьких, и совсем взрослых зрителей. А значит, театрализованное представление удалось. Дан приказ применять туфельку всем девушкам королевства, и этот приказ будем выполнять. Ммм, пожалуйста, Золушка! И места на кухне уж нет, а поверьте! Глазам не поверю! Она ей как раз! С сознанием я потеряюсь сейчас! Да вам эта туфелька в гору пришлась, а где же вторая? Так вот же, нашлась! Достойно ты счастья, достойно ты права! А сейчас подготовься! На свадьбу пора! Я не мог вас позабыть, а в отец, какое счастье! Вот и скромная девица, то, которой она была! Она нашлась! Я не мог вас позабыть, буду вечно уступить! Разрешите вам в тот час же руку сельцам предложить! Пась, сестринцы, я прощаю, и сейчас вам предлагаю в дружбе и согласии жить, а о прошлом позабыть!